Тема этого часа. Инновационные продукты, проекты для автоматики телемеханики на дорожном транспорте. В студии у нас Алексей Целых, заместитель главного инженера АО «Энергия». Здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что пришли. Вы были участником круглого стола делового сезона ГУДКа, посвященного автоматике телемеханики на дорожном транспорте, эффективности, безопасности, инновационности. Насколько вопросы, которые там звучали, проблемы, которые там поднимались, перекликаются с вашей деятельностью? И насколько вам это было полезно? На самом деле, участие в этом круглом столе полезно для нас немножко с прикладной стороны, потому как мы являемся производителями химических источников тока, разрабатываем их, производим. И применительно к данной специфике нам интересны те темы, которые поднимались на этом круглом столе, ввиду того, что, может быть, какие-то новые сферы применения для наших изделий найдутся. Или мы сможем быть чем-то полезным для железной дороги и управления автоматикой телемеханики. Для участников других партнеров, да, может быть, найти даже новых партнеров, да, для реализации? Да, конечно. Мы уже переговорили с несколькими участниками, в принципе, какой-то интерес есть к нашим изделиям. Я думаю, что во что-то это вырастет. Пандемия как-то повлияла на работу АО «Энергия»? Нет, в принципе, не повлияла. Наша деятельность была приостановлена на одну неделю только. Потом мы являемся исполнителем гособоронзаказа, поэтому это первейшие вещи. Поэтому нам разрешили работать с применением всех ограничительных мер, которые были. У нас обязательно масочные режимы, обязательно обработка, контроль температуры и так далее. И в таком режиме мы работаем с апреля месяца. Вы же располагаетесь не в Москве. Мы располагаемся в Липецкой области. И у вас все-таки там ситуация была попроще с ковидом? Или все-таки там серьезно коснулось? Нет, нет. Процент заболеваемых, заболевших меньше, чем в Москве, конечно, был. И этому способствовали как раз введенные ограничительные меры. Я почему спрашиваю? Потому что, да, действительно, в некоторых регионах, поэтому и раньше предприятия вышли из этой ситуации, как-то многие полегче. И тем не менее, есть секторы, где это очень сильно ударило и повлияло. Я знаю и помню, вы у нас уже были в студии, те зрители, которые следят за нашим эфиром. Они, конечно же, знают, что вы были в числе победителей акселерационной первой программы РЖД 2019 года с вашим проектом. И мы обсуждали это в студии. Тогда мы говорили о том, что только все начинается и что как. Но потом случилась пандемия, поэтому я про нее у вас тоже спрашиваю. Сейчас как обстоят ваши дела с этим проектом? Сейчас же апробация должна быть, да? А вот что происходит? Ну вот, к сожалению, апробация в данный момент еще не началась. Частично это связано как раз именно с пандемией, частично с определенными трудностями, потому что проект у нас очень большой, серьезный и требует серьезного просчета. Но, с другой стороны, здесь есть чем похвалиться, потому что наш проект немножко расширяется в данном случае, потому что мы рассматриваем сейчас не только накопители энергии, как бортовой накопитель для электропоездов, но и сейчас рассматривается у нас для локомотивов накопители энергии и стационарные накопители в управлении Трансэнерго. Поэтому здесь этот вопрос разделился. Я думаю, что продолжение все направления у нас получат. Но пока что идет пока теоретический просчет. У вас, по сути, появилось время для того, чтобы подумать, доработать, расширить, добавить. Совершенно верно, да, конечно. Сейчас, помимо этого, что-то еще вас интересует? Вот упомянули круглый стол, да, с точки зрения посмотреть, как другие и наладить контакты. Что вас еще интересует сегодня на железнодорожном транспорте и отрасли? Вот как раз доклад мой на этом круглом столе касался новой сферы применения, которую буквально мы пощупали на железной дороге. А именно стрелочные переводы на сборочных горках, на горочном хозяйстве. Там есть резервный источник питания, который собран на обычных конденсаторах, и он должен при аварийном отключении питания осуществить три стрелочных перевода. Мы предлагаем решение, которое многократно увеличивает количество автономных стрелочных переводов при отключении питания. Вот как раз испытания, которые были, показали, что 57 переводов мы можем осуществить нашим накопителем, и это далеко не предел. У нас просто кончилось время, отведенное на этом режимном объекте для проведения вот таких вот такого рода работ. Ожидается многократное увеличение такого количества переводов, соответственно, и увеличение безопасности работы этой системы, и упрощение. Потому что в конденсаторной панели собраны, наверное, десятки конденсаторов. Мы даем 9 простых модулей, довольно небольших по размерам. Здесь мы вывериваем по габаритно-массовым характеристикам и по простоте коммутации этих устройств, а следовательно, и простоте обслуживания в будущем. Эти предложения я как раз изложил в своем докладе, и думаю, что мы выйдем на подконтрольную эксплуатацию, чтобы получить какие-то более подробные результаты нашей деятельности. Как так получилось, что быстро вы отреагировали, и вам прошли навстречу? То есть у вас, я помню, по-моему, хорошее взаимоотношение именно в Липецке с местным отделением железной дороги, и вы всегда сотрудничаете? Да, мы с ними сотрудничаем, как добрые соседи, мы помогаем друг другу, если там нужна какая-то технологическая помощь, там, по станочному парку и так далее. С другой стороны, мы проходили у них уже подконтрольную эксплуатацию по направлению запуска дизель-генераторов. Мы подарили как раз те образцы, которые там были, они сейчас там получено эксплуатируются уже в пятый год, и вполне себе хорошо показывают. Ну, соответственно, решили попробовать там же, и нам где-то там пошли навстречу, помогли, и сделали такие испытания. Опять же, вы очень оперативно реагируете на то, что происходит. Это правильная, мне кажется, как раз черта сегодня для бизнеса, для производителей, для научных каких-то корпораций, исследовательских организаций, которые придумывают проекты или какие-то специальные изделия, устройства, отреагировать быстро, внедрить это, попробовать, сразу же посмотреть, будет оно, и дальше уже заниматься продвижением и реализацией этого. Мне кажется, это еще и отражение участия в акселлюзационной программе, в которой вы в прошлом году поучаствовали. То есть некий опыт там, там же все-таки были мастер-классы, встречи, у вас там были глобальные консультации. Да, конечно, акселлюзационная программа помогла, дала какой-то определенный опыт. С другой стороны, у нас просто даже стратегия развития нашего предприятия такова, оперативно реагировать на потребности рынка. Мы работаем с Министерством обороны, мы работаем сейчас с речным, мошким регистрами и так далее. И там потребности как раз в оперативном выполнении тех задач, которые перед нам заказчик ставит. Соответственно, у нас развитая научная структура, есть собственные конструкторские отделы, технологические отделы, которые непосредственно как раз и занимаются разработкой источников тока по требованиям заказчика. В данном случае мы предлагаем уже готовое решение. Тот модуль, который мы испытывали 11 февраля, он поставляется уже для нужд Министерства обороны. Он серийно принят на серию, поставлено вооружение, и мы готовы без изменений каких-то также внедрять это дело на горочное хозяйство. Давайте напомним нашим зрителям еще момент относительно вашей продукции. Она на 100% отечественная, то есть это полностью ваше производство? Или есть какая-то локализация, есть какие-то детали, которые все-таки приходится приобретать у западных партнеров? Что касается суперконденсаторов наших электрохимических модулей, они полностью отечественные. Скажу больше, что 75-80% локализации как раз на нашем предприятии, в Орт-Елец, Липецкая область. Остальные вещи мы покупаем у отечественных производителей. Ничего зарубежного там нет, это тоже наше преимущество. И опыт пандемии как раз показывает о том, что границы имеют свойство, надо закрываться. И надежность производства в том числе зависит от того, где производят комплектующие для этого производства. Если говорить о предстоящих еще планах и всего прочего, что будет дальше, то есть осенью все-таки у вас есть надежда, что вы выйдете на апробацию того проекта, который победил в акселизационной программе? Да, мы надеемся на это. Многое здесь не только от нас зависит. Сейчас определенные вопросы есть, которые необходимо решать совместно с РЖД. Надеемся, что они будут, конечно, решены, и мы все-таки выйдем на апробацию этого проекта. Готовы всецело участвовать в этом проекте. И все, что от нас зависит, мы будем делать. У вас в названии вашего предприятия заложена энергия, энергичность. Это значит, что это быстрое, оперативное и правильное. Я желаю вам оставаться такими же энергичными в решении и в идеях, и в решении ваших вопросов. Большое спасибо за эту беседу. Спасибо вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!